МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги, в суде Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Янтарный клубок. Кто из чиновников причастен к мошенническим схемам?" -"Поднял голову, увидел, летит снаряд. Упал на пол и услышал взрыв". -"Откуда летят снаряды в дома-знаменовке?" -"Одесса празднует годовщину освобождения". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Благородный прыжок НАТО. Что Альянс готовит в противовес российской агрессии?" -"Неделя разговоров, жестких споров, взаимных обвинений. Вот первое решение. В парламенте все же постановили расследовать факты коррупции в правительстве Яценюка и создали рабочую группу. Что еще решили депутаты и почему министры игнорируют Верховную Раду? Подробнее Екатерина Лысенко. -"Страстная пятница никак не сказалась на работе парламента. Скорее наоборот. Все без страстей. Пустые кресла депутатов, полупустая ложа правительства, несмотря на традиционный час вопросов к админу". Я хочу обратить вашу внимание, в том числе и пана Гройсмана, на непрепустимость отсутствия премьер-министра пятий раз на вопросах годины до уряда. Если он решил узурпировать коррупционные потоки, и у него нет времени, и зачем ему быть премьер-министром? Вместо премьера сегодня говорят министры. Главное, что волнует депутатов, это тарифы. Как их формируют, если шанс их снизить. Министр соцполитики, который неделю уверяет, частичное повышение цен на коммуналку компенсирует субсидии. Сегодня процесс расповсюджения бланков деклараций и заяв фактически уже стартовал. У нас есть информация по каждому региону, где, кому и как надаются эти бланки. Помимо министров, в Раде сегодня ждали и генпрокурора. Он должен был говорить о том, есть ли коррупция в правительстве Яценюка. Генпрокурор не пришел. Зато к концу рабочей недели в Раде решили создать рабочую группу, которая изучит факты злоупотреблений в Кабмине. Нам нужно перестать разговаривать гаслами, а нужно с коррупционерами разговаривать статьями Криминального кодекса. Нужно с коррупционерами и хабарниками разговаривать не только номерами статей, а терминами увязнения. За создание группы голосовали четыре раза подряд. Наконец удалось. Теперь, до 7 мая, группа должна предоставить первый отчет. Само расследовать, че є действительно подтверждение в том, что есть продолжение попыток вкрасить деньги. Робочая группа является компромисом Ради коалиции, но не компромисом парламенту с украинским народом. Поэтому я продолжаю борьбу за создание тимчасовой следственной комиссии. В среду на нашем комитете будет присутствовать демпрокурор Шокин. Часть вопросов получит ответ именно после его выступления на нашем комитете. Поэтому в данный момент мы довольны, что хотя бы сдвинулись с той мертвой точки. Кроме того, в парламенте создали еще одну группу, которая займется тарифами. Без всякого обрунтования. Підвищили втречи тарифы для населения. У людей немає грошей. При этом уже чітко фахівці доказали. И довели, что в тарифе ці завищены в полтора и в два рази поревняно с тем, с экономично обрунтованою собівартостью. 7 травня, могу вам сказать, эта разговор будет продолжена, потому что я уверена, что ни одной информации эта комиссия нам не откроет. Потому что, посмотрите, Юлия Тимошенко вскрыла деякі питання коррупції в встановленні тарифів, зразу наші колеги стали говорити про те, що ми є агентами Кремля. На следующій неделе профільні комитеты будуть засідати і обіщають говорити і о тарифах, і о коррупції. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Геннадий Аникенко, Владимир Дедов, подробності, Телеканал Интер. Коммунальні тарифи в п'ять раз выше – не предел. Согласно принятому вчера закону о рынке природного газа, расходы каждой семьи увеличатся ще почти на 200 гривен. Такі подсчёты провели газовики, изучив поправку закона, который обязывает облгази платити за експлуатацию газораспределительних сетей. Якщо посчитати, то приблизительна стоимость госимущества газовых сетей – 25-30 млрд гривен. Як минимум 6% от цієї суми должен вносити арендатор, согласно действующим схемам. А потребителі газа по всій Україні – 13 млн гривен. Ми є тарифна організація, відповідно, нам затверджує тарифи держава в лиці Національної комісії регулювання електроенергетики України. 2-3 млрд гривен. Відповідно, ці гроші мають лягти нам в тариф і, відповідно, ми маємо виставити всім споживачам України. Дана поправка, вона невилює всі досягнення, які були зроблені газовиками України. Це, навіть можливо, можна так сказати, руйнує галузь. «Укрнафта» так і не перечислила дивиденды в госбюджет за три года. Об этом сообщил замминістра фінансів Ігор Уманський в Верховной Раді. Річ йдеться почти о 2 млрд гривен. Іх в Кабміні ожидали получить сьогодні. Дивиденды на державну частку до державного бюджету не надходили. Міністерство фінансів не є органом управління України. Тому повідні дії вживаються як фискальна служба, яка має адмініструвати цей податок, цей платіж, так і органом управління. А ближе к вечеру нардеп Сергей Лещенко на своей странице в фейсбук разместил копию заявлений «Нафтогазу» от исполняющего обязанности председателя правления «Укрнафта» Алексея Куща, приближённого к групе «Приват». О том, что «Укрнафта» не собирается отдавать государству деньги. Якобы «Нафтогаз» и «Укрнафта» имеют неразрешённые споры семилетней давности. Вчера мы говорили о том, что СБУ взялась за янтарь. Там изучают махинации на госпредприятии, которые имеют право добывать этот камень и оказалось на грани банкротства, тогда как на янтаре сколачивают миллионы и старатели, и их крышеватели. Как так получается? Подробнее Инна Белецкая. За этим красивым фасадом предприятия «Гурштин Украины» кипят нешуточные страсти. Госпредприятию грозит банкротство. Работники говорят, в позапрошлом году предприятие добыло в два раза меньше янтаря, чем в позапрошлом. Сколько конкретно большая коммерческая тайна. Техника для разрядки месторождений и добычи янтаря неисправна. Почти год коллектив восстает против руководства. Пикеты, акции уже стали нормой. В СБУ подозревают руководители доводят предприятия до банкротства специально. При этом умудряются неплохо зарабатывать. Люди зловживали своим посадовым становищем, забезпечивали пресвитание приватных фирм, которые належали их родичам. Под выглядом георозвитки, выдобывания борщину и незаконной его поставки за кордон, сбогачивание за этот рахунок, выведение с державных костей миллионов и миллионов гривен. Идемного предприятия руководителей в разгар рабочего дня на месте нет. К нам выходят начальники подразделений. Рассказывать с так называемой геолого-разведкой все просто. Для этих работ наняли частную фирму. А штатному геологу запретили вмешиваться в этот процесс. И применили, мягко говоря, странный метод исследований. Я использовал такой метод, как гидроразмив. По сути дела, это вымывание и обычным способом раскрадания борщину. Пока эта разведка там будет продолжать, то в земле уже борщину не залишится. После того, как я уже помыю, уже вымою ту колькість борщину, яка там могла быть. Так как человек по куче копает борщину, вот таким методом решил сделать разведку. Звоним директору, он утверждает, что о проблемах с геолого-разведкой узнал из интернета. Мол, никакого криминала не видит. А в СБУ могли просто не разобраться в тонкостях. Ведь геологического образования у оперативников нет. В СБУ говорят, чем больше распутывают клубок мошеннических схем, тем больше понимают. Причастны к ним не только руководители госпредприятия, но и чиновники из госслужбы геологии и недр. Они-то уж точно имеют специальное образование, а значит знают, как исследование с буровой установкой отличить от банального вымывания солнечного камня. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривны. Все чаще снаряды попадают в дома, и дома эти не в зоне АТО. Село Знаменовка не в Донецкой, не в Луганской, а в Днепропетровской области. Кто стреляет? Наталья Грищенко подробнее о солдатских приветах. Ну, летела же, видно, она вот так вот летела. Вот. И там дом. Лидия Никифоровна показывает дыру в окне своего дома. На часах было 11 дня. На улице лил сильный дождь. Женщина решила вздремнуть. Вдруг звон стекла, треск и дым из старого серванта. Снаряд застрял в стопке колгот. Вот, сидит. Ну, представьте себе, если бы она по прямой. Это же прямо в голову. Позже эксперты установят артиллерийский снаряд. Женщине повезло, он не разорвался. Две недели назад на соседней улице было по-другому. К счастью, хоть никто не погиб. Поднял голову, увидел, что летит снаряд. Упал на пол и услышал взрыв. Снаряд прилетел со стороны учебного военного полигона из Черкасского, да. Где, как нам сказали военные, отклонился от траектории и упал на огороде. Учебный полигон одной из воинских частей всего в нескольких километрах. Именно с той стороны, в Знаменовку, все чаще прилетают такие сюрпризы. Местные жители шутят. Скоро получше самих армейцев будут разбираться в арсенале военной техники. Когда просишь их показать дыру от прилетевшего снаряда, просят уточнять, какого именно. Мол, снарядов летает много. Тут за школой и туда, под лесом, уставок прямо, что войсковик скажет. Что они могут сказать? Неправильно спланировано, что-то там было в них. Местные жители даже подсчитали. За последний месяц сюда, в Знаменовку, с военного полигона прилетело, по крайней мере, пять снарядов. Почему так получается? Комментарий военных мы так и не дождались. Люди признаются страшно, но к происходящему относятся философски. Ну, как, как, рятуваться, рятуваться, как оно, когда оно прилетит, то я знал. Думаю, я точно не буду лететь, потому что я живу на штаб. Наталья Греченко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепропетровской области. Несмотря на перемирие, боевики активизировались в зоне АТО. За минувшие сутки они обстреляли наши позиции несколько раз. Чаще стала наведываться на Донбасс и вражеская воздушная разведка. Самой горячей точкой остается Донецкий аэропорт, вокруг которого продолжаются бои. Неспокойно возле поселка Спартак, возле Авдеевки, опытного Водянова и Песок. И тем не менее, у наших бойцов уже предпраздничное настроение. По крайней мере, так утверждает Геннадий Вивденко. Страстная пятница в Песках Донецкой области. Стрельба не прекращается. Настоятель из местной церквушки сбежал. Остались только два охранника. Кто будет светить пасхальные куличи, пока непонятно. Но волонтеры уже привезли один из главных атрибутов праздника. Бойцы говорят, интенсивность обстрелов снизилась. Хотя ночью утром по ним ввели огонь из 120-мм минометов. Донимают крупнокалиберные российские пулеметы «Утес». Стрелковое оружие почти не смолкает. Можливо, таке, что будет какое-то перемирие на пару дней именно на свете. Это было бы очень хорошо с их стороны. И с нашей стороны тоже огонь не открывается. Рядом с песками в поселок Водяное, кроме пасхальных куличей и продуктов, бойцам привезли оборудование, амуницию. Эти волонтеры уже полгода курируют 93-ю бригаду вблизи Донецкого аэропорта. Пятая рота заказала. Здесь наколенники американские. Сам бы таких ходил бы. Здесь рации идут. Усиленные антенны к ним, которые берут в два раза больше по километрам. Батарейки они просили тепловизором. Многие из этих устройств крайне необходимы в сражении после разрушения Донецкого аэропорта. Бойцы потеряли десятки приборов ночного видения. Наша вооруженная сила не реагирует так быстро и активно на те нововведения, которые есть. Тот же тепловизор, тот же прибор ночного видения. У наших противников это все есть. А вот этот антистрессовый подарок – коробка с тортами из Днепропетровска. В пульсмене больше, а уставка почему-то пока находится. Есть и гастрономические новинки специально для передовой. С Тернополя передали. Держи. И особая радость для бойцов – письма детей. Мы все, украинцы, чекаем на вас дома с перемогою. Я бажаю вам здоровья, мужности, счастья и гарного настроя. Военные упаковывают коробки в БМП и немешкой увозят их в свои подразделения. Пасхальные праздники пока не останавливают обстрелы украинских позиций. Прямо на наших глазах скорая вывезла раненого бойца из песок. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Геннадий Вивденко прямо сейчас с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Какие еще новости у тебя? Геннадий Вивденко. Мы сами слышали постоянную стрельбу стрелкового оружия. Там после полудня. На блокпосту, как его называют бойцы Республика Мост, мы встретили делегацию представителей ОБСЕ. Они от комментариев отказались. Вместе с ними украинское представительство в совместной комиссии по прекращению огня. По словам украинской стороны, официальный Киев готов к дальнейшему отводу вооружений с линии разграничения. Мы отводили тяжкие оружия. По-любому ночью уже было жаблено, начинается стрельба. Ну и как показывает уже практика, и об этом говорят сами бойцы, обстрелы стихают во время приезда миссии ОБСЕ и возобновляются после ее отъезда. Это пока все новости. Наталья. Спасибо, Гена Геннадий Вивденко. Был с нами на связи из Донецкой области. На Мариупольском направлении боевики продолжают обстрелы сел Широкино, Павлополь и Черненко. Они используют артиллерию. И еще один прифронтовой поселок – это Бердянское. Как там живут люди, расскажет Эльвина Седьбулаева. Это окраина Бердянского. За ней уже Широкино. Там бои почти не прекращаются. Противник постоянно маневрирует и специально меняет позиции. Сейчас временное затишье. Когда начнется очередной обстрел, предсказать никто не берется. Через секунду может начаться стрельба. Сначала Широкино, сюда начнут прилетать мины. Постоянно идет движение техники. Заезжает легковая техника от легковых машин, колесной техниками веду, от легковых машин заканчивая грузовыми машинами. Пока на дворе спокойно, Валентина Крыкова выходит на улицу. Выглядывает внучек из города. Почти неделю не видела. Жду до сегодняшнего пятницы. Еще впереди три дня выходных. Вот это моя внучечка. Она учится в этом классе. Учится она девочкой. Хорошо? Дети вынуждены учиться в городе. Сейчас школа, которая находится в Широкино, разрушена минами и снарядами боевиков. Не работает более полугода. Ну ты ей, моя куколка. Домой добираются как придется. Если не довезет маршрутка, едут на попутках. А если обстрелы, то остаются в городе. Шестиклассница Екатерина из-за войны пропустила несколько месяцев учебы. Сейчас пытается догнать программу. Мы с одноклассником сидим вместе. И он, и я говорим, что скорее бы наша школа восстановилась. Накануне Пасхи бабушка приготовила внучкам подарки. Вот это мы готовим подарки детям. Яйца очень украсили, потому что рано. Продукты приехали, значит, на вечер уже будем готовиться к празднику. К празднику готовятся все жители Бердянского. Их в селе сейчас 60. Встречают гуманитарную помощь. Красный Трец привез лекарства и продукты. Выдают по списку. В очереди в основном пожилые люди. Насколько хватит, сказать сложно. Продукты дали. Будем тянуть потихоньку. Пока ремень убавляется. А магазинов здесь нет, да, дед? Убежали все. С первого дня. Какие тут магазины? В селе все закрыто. Медбунт не работает. На замке мини-пансионаты. Но люди все равно надеются на лучшее. В Европу куда я хочу? Я хочу как там же они живут. Я родилась в Украине. Я не хочу ехать никуда. Пока в поселке спокойно наши военные обустраивают свои позиции. И пристально следят за передвижением вражеской техники. Противник отсюда совсем близко. Эльвина Седбулаева, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Эльвина Седбулаева сейчас находится в районе Мариуполя. И она с нами на связи. Эля, здравствуй. Что стало известно ближе к эфиру? Да, Наташа, ситуация здесь, в Мариупольском направлении, остается неспокойной. Боевики продолжают обстреливать Широкина. Это самая горячая точка. Пророссийские оккупанты четыре раза взрывали огонь из гранатомета и из пулемета. По нашим военным работал и снайпер. Во всех случаях бойцы придерживались режима тишины. Не открывали огонь в ответ. Активизировалась и вражеская воздушная разведка возле населенных пунктов Старый Крым, Орловска и Тополина. Это последняя информация к этому часу. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Седбулаева из Мариуполя. В Донецк везут гуманитарную помощь. 42 грузовика. Там крупы, мясные консервы, сахар, мука, сгущенное молоко, детское пюре. Сегодня машины выехали из Днепропетровска. Уже в Донецке из продуктов сформируют 80 тысяч продуктовых наборов. Раздадут пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Гум-конвой прошел регистрацию в Минсоцполитике. Его содержание также проверили добровольческие батальоны. Продукты питания. Тушенка, сахар, детское питание. То есть нарушений нет. Все в порядке. Команда работает в предосуточном режиме. Для того, чтобы помощь доставлялась в полном объеме. Всего в рамках задач апреля месяца необходимо доставить продукции, которые позволят выдать 500 тысяч взрослых продуктовых наборов и 30 тысяч наборов для детей. О том, достаточно ли в оккупированных городах продуктов питания, лекарств и средств первой необходимости, нам рассказали жители Донецка и Луганска. Давайте послушаем. Донецка и Луганска в следующем месяце в следующую заработную плату уже будут выдавать по рублях. Медикаментов нет. Вещества, допустим, для неврологии, которые очень редкие, вообще не бывает. Валидола сейчас в аптеках не найти. За городом перестрелки между казаками и ополчением. Потому что они бывают недели в территорию и начинаются перестрелки. Молочки. Это вообще, конечно, змея катастрофа. Ее фактически, я считаю, нет. Только там чуть-чуть что-то с Донецка поставляется. Сыры маленький очень выбор. Соков вообще фактически нет. Если есть какие-то соки, то это в основном только российские соки. Понятно, соответственно, цены. В Луганске заработал на полную мощность завод в честь обезонных конструкций. Работают в 3-4 смены, получают деньги. И, по словам своих самих же работников, которые работают, там не отолченцы, в которых охраняют, чем уговорят. Она говорит, что готовят бетонные блоки и различные формы для фортификации различных сооружений. Строительство будет построено. Москва никак не может расстаться с мыслью о так называемых миротворцах на Донбассе, а на самом деле регулярной российской армии. О том, кого они ждут в Европе и как эти люди связаны с Кремлем. Подробнее наш московский корреспондент Данила Русаков. Заявление депутата Худякова из фракции ЛДПР на заседании Госдумы в принципе ожидаемое. Ничего сенсационного в нем нет. Вести так называемый миротворческий контингент российской армии на украинский Донбасс, зданий на улице Охотный ряд предлагали не раз. Сейчас просьба адресована лично министру обороны Сергею Шойгу. Одиозный народный избранник радует за сохранность террористических образований ДНР и ЛНР. Представитель проекта имени Жириновского даже сказал, что нужно защищать, цитата, свои границы. Некоторые такое заявление расценили как попытку признать аннексию Донецкой и Луганской области. С каких таких пор линия фронта превратилась в российскую госграницу непонятно. Подробностей никто не сообщает. Известно ли, что вводить войска Худяков хочет в одностороннем порядке? Какой-то беспредел. Если миротворческие силы должны войти в какую-либо страну, а в этом должен попросить президент этой страны, либо ООН, либо ОБСЕ, и это должен быть международный миротворческий контингент. О том, что тех, кто так или иначе олицетворяет влияние Кремля в цивилизованном мире не ждут, свидетельствуют и заявления возмущенной польской общественности. Граждане Речи Посполитой категорически против так называемого автопробега пропутинского мотоклуба «Ночные волки» через свою территорию. В преддверии 9 мая представители клуба собираются ехать из Москвы аж до Берлина. Вот маршрут, который предварительно запланирован. По словам пользователей Всемирной сети, там, где появлялись те, кто олицетворяет себя с хищным лесным животным сразу начинались проблемы. Так было в Крыму накануне аннексии. То же самое случилось и на востоке Украины. Речь об их вылазке в Донецк. Во всем этом поляки усмотрели дурное предзнаменование. Теперь они собираются перегораживать дороги и пробивать шины незваным гостям. И почти синхронно НАТО приняло решение сократить миссию России при альянсе с 50 до 30 человек. Заявленная причина шпионаж. Впрочем, это не единственное неприятное для кремлевцев известие. Президент Чехии Земан не будет присутствовать на майском параде в Москве. Ограничится лишь возложением венка советским воинам возле кремлевской стены погибшим в боях за освобождение Чехословакии 9 мая. Так что теперь компания для Кремля подбирается самое что ни на есть проверенное и правильное. Руководители Китая, КНДР, Вьетнама, Сенесуэлы, самые передовые страны и новые теперь, видимо, уже надолго друзья Москвы. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. С восточной угрозой в НАТО борются на всех фронтах. С начала апреля в странах Североатлантического Альянса проводят тренировки быстрого реагирования. Что такое благородный прыжок и как проверяют готовность войск в Ниндерландах? Подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Вопрос о том, что делать, висел в воздухе с начала российского похода в Украину. И вот в сентябре в Уэльсе лидеры стран участниц Северного Альянса решили, войска следует привести в боеготовность и создать специальные силы для быстрого реагирования. Дамы и господа, мы собрались в непростое время и нам надо принять решение для нашей безопасности. Учение НАТО Ноблджамп, то есть благородный прыжок, это быстрая реакция на угрозу. Цель как можно скорее перебросить войска из точки А в точку Б, где точкой Б может стать Польша или любая из стран Балтии. Места тактически уязвимые. Вот уже упакованный рюкзак. Здесь воды на 48 часов, еда, крекеры, все, чтобы выжить. Рядовой аэровоздушного флота его королевского величества на случай тревоги в течение 48 часов должен будет покинуть Голландию. Пока отрабатывают готовность войск и выискивают пробелы в логистике. Военные люди суеверные, на всякий случай тренируются, но войну войной не вслух, ни на бумагах никто не называет. Говорят просто кризис. Тренировки показали, на случай такого кризиса все готово. Экипировка, обмундирование, парни в отличной физической форме. Но успеть все сделать за 48 часов получается не всегда. Из-за бюрократической волокиты. Оказалось, оформление необходимых разрешений на оружие занимает больше времени, чем планировалось. Да, есть вещи, которые мы еще можем делать лучше. Голландская 11-я аэромобильная бригада входит в оперативную группу повышенной готовности НАТО, созданную еще в 2002-м. Мне кажется, на сегодняшний день группа повышенной готовности это лучший ответ политическим вызовам, который может быть в нынешнее трудное время. Такие точечные тренинги сейчас проходят в 11 европейских стран Альянса. Уже в июне 5000 военных начнут совместное учение на польском полигоне. София Гордиенко Василий Трушковский Подробности телеканал Интер Эйнховен Нидерланды И Северная Европа объединяется для защиты от возможной российской угрозы Об этом договорились министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии В декларации сказано Действие России самый большой вызов европейской безопасности Москва готова применять военные средства для достижения политических целей и нарушать принципы международного права поэтому нужно быть начеку Решено чаще проводить совместные учения обмениваться разведывательной информацией и теснее сотрудничать со странами Балтии которые не раз заявляли о том, что опасаются московских амбиций Времена холодной войны казалось бы в прошлом но в Пентагоне следят за тем как в других странах наращивают оружейный потенциал о том, что появится в ближайшее время в арсенале американских военных подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона Модернизировать и так современную американскую армию в Вашингтоне решили неспроста Пентагон ведь совсем недавно уже хвастался и новейшим лазерным оружием и мощнейшей противобункерной бомбой и новыми летательными аппаратами для эвакуации солдат прямо из центра поля боя но выяснилось что это оказывается все старые технологии которые долгие годы просто проходили испытания, доработки вот наконец их показали публике до демонстрации новейших военных технологий пока что далеко поэтому на днях Пентагон представил свою новую программу называется Better Buying Power 3.0 она должна поставить военную индустрию на рельсы и скором будущем догнать и перегнать потенциального противника его имя к слову не называется но современные угрозы Америки и так всем хорошо понятны главная фишка этой новой программы это новые спутники еще точнее предыдущих которые смогут давать военному сверхточную и сверхкрасную связь а также корректировать работу беспилотников стоит такая спутниковая система 2 миллиарда долларов но военные уверяют в будущем для налогоплательщиков эти спутники только помогут сэкономить их деньги еще Пентагон закажет новые подлодки называется Виргиния блок 4 их ведут в строй уже в 2018 году но не забыли военные и усовершенствуют систему ПРО хотя последние труды на этом поприще надо сказать результатов особых не дали наконец новая разработка ученых и военных это бронемашины JLTV наследники легендарных хаммеров которые недавно завезли в Украину насколько быстро удастся воплотить все эти идеи пока точно неизвестно но явно власть Америки озадачена гонкой вооружений и серьезно оценивает угрозу и своей стране и своим интересам Дмитрий Иловский Никита Исайко подробности Американское бюро телеканал Интер кто выкрал документы по делу Тимошенко и где они сейчас и советская символика под запретом что попало и может попасть в этот список и кто просит президента витировать закон об этом чуть позже оставайтесь с нами В Харьковской области начался суд над тремя военными которые осенью застрелили мамилизированного солдата теперь их обвиняют уже по 10 статьям увеличилось и количество потерпевших подробности у Лидии Калининой судят военных в небольшом городке Волчанский это на границе с Россией неподалеку отсюда все и произошло на троих подозреваемых десяток тяжелых статей убийства, пытки издевательства и это далеко не все сегодня суд должен выбрать меру пресечения тот вечер в ноябре прошлого года солдаты помнят в мельчайших деталях уже после отбоя капитан со старшим сержантом ввалились в казарму пьяные предлагали выйти побороться один на один когда их стали успокаивать сержант разозлился потом выбрали своих мобилизованных и вывели под прицелом в поле я тогда хотел поставить их на колено я отказался и постреливали вновь Сергей один из тех кого расстреливали в ту ночь он бывший афганец пытался спасти молодого солдата Стаса Прохорова когда начали стрелять толкнул его и упал сверху я потягнул на себя но уже было поздно он достреляли потянули ну да а как вы там быстро сориентировали потому что я же одну войну прошел вспоминать о случившемся мужчина не хочет парня спасти не удалось автоматная очередь прошила ему насквозь сам Сергей сумел убежать потерпевших аж семеро и каждому из выживших есть что вспомнить говорят командиры часто бывали пьяными и устраивали беспредел плохо утром сварил кашу и мордой котелок дали как надо горло резать каждому там нож приставлял горло это пугал? да я не знаю или пугал или нет вот они трое подозреваемых капитану и старшему сержанту грозит пожизненное один якобы отдал приказ расстрелять солдат второй привел его в действие третий сержант Олег Янковский закапывал тело Стаса он единственный раскаивается в суде за свои преступления я буду отвечать раскаивается ну так вот двое остальных по словам прокурора отказались свидетельствовать против себя организатору указанного злочину на думку следствия есть сам капитан я сейчас я на лаве под судом поэтому он свои вины в ходе до судового расследования не вызнал вообще не вызнал все следствия не співпрацювали адвокат капитана уверяет пожизненное заключение для его подзащитного слишком жесткая мера умышленного убийства я там не вижу Реченко у нас не стрелял автомата у него в руках не было а вот адвокат родителей Стаса для убийц от имени своих подзащитных требует самого строгого наказания и возмещения морального ущерба он был единственным сыном описать горе матери как бы словами цифрами невозможно это я как юрист ну как-то больше придала этому все какие-то цифры материализовала это ну и настаивая потерпевшие по 250 тысяч ущерба адвокаты подсудимых просят смягчить меры пресечения и отпустить их под домашний арест и сторона защиты и прокурор против суд решил оставить подсудимых под стражей до следующего заседания его назначили на начало июня Лидия Калинина Александр Яновский подробности телеканал Интер Харьковская область они пропали и непонятно где их искать это о материалах уголовных дел Юлии Тимошенко чего еще не досчитались в ГПУ и кто главный подозреваемый в краже этих документов подробнее Ярослав Кречко дела Тимошенко по деньгам Киотского протокола покупки скорых и причастности к убийству Щербаня пропали об этом стало известно сейчас после интервью генпрокурора Шокина но материалы украли еще якобы Пшонка и его пособники готовясь к побегу речь также идет и о секретном делопроизводстве как пропали и где сейчас эти документы в ГПУ расследуют юристы говорят список подозреваемых не должен быть длинным доступ абсолютно межный мают право доступу безпосередньо сам следжий его помещенники если они внесены в список людей которые имеют специальный досвид до этой справы и высшие посадовые особи против бывшего руководства Пшонки и его замок Кузьмина открыта уголовная производство за превышение полномочий и фальсификацию дел но есть ли доказательства многие из распоряжений того же Пшонки как раз и пропали Николай Голомша замом генпрокурора стал в первые дни после бегства Януковича и знает что подчищать за собой люди Пшонки продолжали когда и шефа уже в Украине не было не остались ли они в ГПУ и сейчас уверенности нет Я подчеркнули Далее разобраться, есть ли у них материалы из дома пшенки. Ярослав Кречко, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Советские ордена и медали под запретом за их ношение ветераны теперь в тюрьму смогут угодить. Вчера депутаты приняли закон о запрете пропаганды коммунистического и нацистского режимов. Сегодня шквал критики. Кто требует ответа от президента, подробнее Елена Митясова. Родина-мать, вечный огонь и ограждение на мосту Патона. Это лишь малая часть советского наследия. Сохранить нельзя, демонтировать. Вчера Рада поставила запятую закон о запрете пропаганды коммунистического и нацистского режимов. Табу на всю символику Советского Союза. На Кировоградской мэрии до сих пор красуется серп и молот. Хотя от пережитков Советского Союза здесь, говорят общественники, начали избавляться давно. Сначала переименовали улицы Ленина, а теперь придется и новое имя городу искать. Будет борьба между двумя назвами. Это Златбель и Елисаветград. Все, кто говорит другие вещи, это они хотят деструктив внести, потому что так объективные реалии склались. И мы должны уже над этим работать. Георгий Яковлевич, сын полка. В шестилетнем возрасте ему чудом удалось сбежать из немецкого концлагеря. Его везли на поле боя на переливание крови раненым солдатам. Машина попала в аварию. Все немцы тогда погибли, а его подобрали советские солдаты. До конца войны он так и пробыл на фронте. Ну, это наши победы и все остальное, которые, так сказать, все. Вот такая жизнь. Но за публичное ношение орденовой медали эпохи коммунизма теперь грозит срок от пяти до десяти лет. За решетку может попасть как ветеран, так и вся телевизионная группа, которая показала это по ТВ. Наши ветераны на свой праздник не смогут одеть свои боевые награды, потому что некоторые радикально настроенные коллеги по парламенту говорят, что это уже незаконная символика. Также принятые коалицией законы могут трактовать, что теперь должны быть изменены названия многих городов Украины. И кроме финансовой нагрузки эти действия несут еще основательный раскол в нашем обществе. Оппозиционный блок требует от президента ветировать закон. Другие парламентские фракции просят нести изменения. Для этого и северские основания говорят и юристы. В документе, мол, много нечетких формулировок и неоднозначных трактовок. С точки зрения правовой определенности это является неправомерным, это является необдуманным решением, это является таким образом основанием для признания этого закона будущим неконституционным. Подобная практика уже была в Молдове. В 2012 году там также приняли закон о запрете коммунистических символов. Но через год Венецианская комиссия признала его неконституционным и противоречащим правам человека. А в 2013 Кишиневу этот закон пришлось отменить. Для того, чтобы действительно открыть путь европейское будущее, европеизироваться, нужны иные символические координаты, иная символика. Без новых символических координат никогда не будет новой жизни. Во всяком случае, принятый вчера закон президент еще не подписал. Елена Митясова, Елена Брынза, Ольга Клюева. Подробности телеканал Интер. 9 мая навсегда останется всенародным праздником для украинского народа, так заявляют представители оппозиционного блока. В Одессе они навестили ветеранов, поздравили их с годовщиной освобождения города, а также возложили венки к памятникам погибших, погибшим защитникам и освободителям Одессы. Оппозиционеры намерены добиваться, чтобы День Победы в этом году отмечался на самом высоком уровне. Это потрясающие люди, люди, которые защитили нашу страну, люди, которые строили нашу страну, люди, которые сделали все для нас, и мы должны быть достойны тех, кто с нами, достойны памяти тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. У одесситов сегодня День освобождения города от гитлеровских захватчиков. Это один из главных праздников в году в этом городе. Сегодня с ними праздновал и президент Украины. Как все прошло, расскажет Андрей Анастасов. Годовщина Дня освобождения. В Одессе отличная погода и в целом все спокойно. Петр Порошенко говорит, Южная Пальмира встречает его с юмором и патриотическим настроением. Президент возлагает цветы к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы. В гитлеровской оккупации город-герой жил почти три года. До апреля 44-го. Торжества с участием президента продолжились уже в открытом море на борту фрегата Гетман-Сагайдачный. Символично, что флагман наших военно-морских сил был построен в еще одном украинском городе-герое Керча. Его, к слову, в далеком 44-м году от фашистских оккупантов освободили на следующий день после Одессы, 11 апреля. На воду спускают венок в память о погибших моряках. Президент сравнивает те трагические времена с нынешними. Только агрессия нынче не с запада, а с востока. Для возрождения военно-морских сил страны обещают приложить все усилия и найти деньги. Ведь Россия наращивает войска в Крыму, превращая полуостров в военную базу. Это явно свидетельствует о неприхованные планы врага избавить нашу державу выхода до моря и доступа до морских ресурсов. Мы за год с нуля створили боевую армию на Суходоле. Мы способны повторить подобное диво и на море. Дальше подарки. Памятные часы от президента получили курсанты Национальной морской академии. Те самые смельчаки-нахимовцы, которые год назад в Севастополе отказались присягнуть России и спели гимн Украины. Я очень жалкую за тем, что мы так легко, без никакого построва, можно так сказать, сдали Крым, сдали наши территории, на которых нужно нам жить и продавать свое будущее. Говорили с президентом и о терактах в Одессе, и о задержаниях подозреваемых. Порошенко уверяет, это не показуха к его приезду, а плановая работа, которая продолжается. А вот расследование событий 2 мая, по мнению Порошенко, должно быть более прозрачным. Одесситы имеют право знать, кого и в чем обвиняют, независимо от политической позиции подозреваемых. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесса. Сегодня, в Страстную Пятницу, в Иерусалим прибыла делегация Украинской Православной Церкви. Ее принял патриарх Иерусалимский Феофил Третий. Он пожелал мира украинскому народу и подчеркнул, что во главе церкви должны стоять не политики, а праведники. Тогда и мир будет творить легче. Я буду молиться за Украину, за ее многострадальный народ. Сегодня предпасхальная пятница. Траурный день, день казни Христа. Мы скорбим, но знаем, что своей смертью Христос дал надежду человечеству. Я призываю Украину не падать духом. Мы все молимся за то, чтобы на ее земле скорее наступил мир. Для нас, конечно, это Пасха, особенная Пасха. Для всех жителей Украины, для наших граждан. Потому что целый год у нас, к сожалению, не только невзгоды, но пролита кровь. К сожалению, еще полного мира нет. И поэтому все наши воздыхания и вся мольба Украинской Православной Церкви о мире. Где и кому официально разрешили есть собственных жен и гендерное равенство в уборных Белого дома. Об этом и не только в нашем обзоре. Любимый бар Путина на продажу. Заведение, где в 90-х любил выпить пиво и почитать газету, тогда еще сотрудник КГБ и ныне президент России, находится в Дрездене. Бизнес продают родные бессменного хозяина бара, который недавно умер. Цена договорная. Уже нашлось пару потенциальных покупателей. Однако нынешние владельцы им отказали. Тюменские родители испугались пагубного влияния на детей Лилии Ахиджаковой и Дианы Арбениной. Жители города обратились к местным властям с просьбой запретить их выступления. Народную артистку России и известную певицу обвинили в антипатриотичности. Ранее они, наряду с Макаревичем, Гребенчиковым и Рязановым, не раз критиковали агрессию России против Украины. Арбенина должна выступить в Тюмени 12 апреля, а Ахиджакова сыграть в спектакле 25 числа. Джо Байден похитил соску у младенца. На торжественном мероприятии вице-президент США взял на руки внука бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В какой-то момент Байден выхватил у мальчика пустышку, чем вызвал у ребенка явное недоумение. Эту картину успела сфотографировать мать малыша. Снимок выложила в соцсети с надписью «Что делать мальчику, когда вице-президент традет его соску?». Экс-футболист, а ныне тренер Манчестер Юнайтед Райан Гиггс извинился перед братом за роман с его женой Наташей. Их внебрачные отношения длились 8 лет и закончились 4 года назад. Однако брак брата это не спасло. Вскоре последовал развод. Как утверждают источники, сейчас Гиггс всячески пытается наладить отношения с родственником. В Белом доме появился унисекс-туалет. Это общий зал с единым входом для всех, на дверях которого нет привычных табличек с буквами М и Ж. Разработчики новинки надеются, что гендерно-нейтральная уборная упростит жизнь представителям сексуальных меньшинств. Саудовским мужчинам разрешили есть собственных жен. Главный муфтий страны заявил, если мужчина будет смертельно голоден, он может отрезать фрагмент тела благоверной и отобедать. Женщина должна отнестись к этому со смирением, так как является с мужем одним целым, заверил священнослужитель. Фанаты Apple размели умные часы. Сегодня в девяти странах мира стартовала продажа гаджета. Желающие могли померить модели в магазинах компании и оформить предзаказ. Модели Apple Watch, цена которых от 300 долларов до 10 тысяч, раскупили за пару минут. Более дорогие версии до 17 тысяч тоже не залежались, их разобрали за несколько часов. Срок доставки от двух до шести недель. Ну и буквально через несколько минут в нашем эфире ток-шоу «Черное зеркало». О чем пойдет речь узнаем прямо сейчас. О Евгении Киселева, он с нами на связи. Евгений, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер. Сегодня, я думаю, две главные темы, которые мы постараемся обсудить. С одной стороны, это продолжающийся скандал вокруг обвинений в коррупции, выдвинутый в адрес правительства, теперь уже бывшим главой госфин инспекции Николаем Гордиенко. Эта тема была предметом ожесточенных баталий, словесных баталий, разумеется, в Верховной Раде на минувшей неделе. Ну и кроме того, очень много самых живых откликов вызвал закон, принятый тоже под конец недели. Это закон, который обсуждает коммунистический тоталитарный режим, с одной стороны, нацистский национал-социалистический тоталитаризм, с другой стороны, и запрещает их пропаганду, в частности, использование их символики. В связи с этим законом также есть масса вопросов, в том числе несколько недоуменных. Вот обо всем этом постараемся и поговорить. Спасибо, «Чурное зеркало» в эфире сразу после подробностей. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok